Чукак, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика. Поэтому вы будете слушать мой монотонный голос, весь хронометраж. Совместить реальный мир с анимационным? Создатели фильмов и анимации пробовали ещё в эпоху немой эры кинематографа. И среди ярких представителей 20 и 21 века вспоминаются такие картины, как Три Кабальера, Мэри Поппинс, кто подставил кролика Роджера, а кому-то — космический джем. Нет, не продолжение, а оригинальный фильм 1996 года с Майклом Джорданом в главной роли. Но как делали анимационно-игровые фильмы и даже эпизоды до использования CGI в кинопроизводстве? Для этого применяли комбинированную съёмку на ротоскоп вкупе с использованием рисованной или кукольной анимации. Если с куклами всё более-менее ясно, то с ротоскопом не так было всё просто, как казалось. Авторам лент приходилось делать блуждающую маску, чтобы закрыть оригинальные участки записи на плёнку и поверх неё наложить рисованные элементы фона и самих героев. Впрочем, не только одним эклером богат список, который вошёл сегодня в этот ролик. Об этом вы узнаете далее, пока я буду рассказывать вам о лентах короткого и полнометражного формата западного кинематографа и как они вообще создавались. Ещё в ролике о работах флейшеров я упомянул, что их первые фильмы циклов из чернильницы как раз и строились вокруг взаимодействия нарисованного клоуна Коко с окружением реального мира и самим соперником в лице его создателя Макса Флейшера. Весь съёмочный процесс делался с помощью изобретённого им же ротоскопа. Именно это устройство и было первым способом создания игровых и анимационных фильмов, пока ещё короткометражного формата. Изобретение Флейшера-старшего также было применено и в их первом полнометражном фильме «Приключения Гулливера», чтобы его создать в мультипликате по образу актёра Сэма Паркера, потерпевшего кораблекрушением мореплавателя Лэмюэля Гулливера. Пока продолжалось создание серии «Из чернильницы», вдохновлённый Уолл Дисней в Канзас-Сити приступает к производству первых серий «Комедии Алисы», снятых в этой же технике. С 1923 по 1927 год Диснеем и компанией было снято 57 эпизодов, чьи хронометражи варьировались от 8 до 12,5 минут. За это время поменялось 5 актрис, но чаще в лентах участие принимали Вирджиния Дэвис и Марджи Гэй. В некоторых сериях мелькал и кот Феликс, персонаж одноимённой серии коротких анимационных фильмов «Немой Эры», созданного двумя авторами — Оттом Мессером и Пэтом Салливаном. Переходим к Уорнерам и их первому заходу к игровым эпизодам. В 1940 году в рамках цикла «Луни Тюнс» выходит серия «Ты должен быть в фильме». Места действия разворачивались на улицах Бёрбанка, на съёмочной площадке Уорнер Бразерс и внутри продюсерской студии Леона Шлезингера, где раньше и снимался мультипликат. Дафи Дак пробует гуманно избавиться от конкурента в лице свиньи Порки, чтобы дальше сниматься в анимации и забирать себе награды и лавры. Но как бы ни рассказывал о своих способностях нарисованная утка продюсеру, последний знал точно — он хотел увидеть именно Порки в одном из новых фильмов. Как сказал потом Фридс Фрилинг, делать его было очень весело. Вот и вся причина. В год выхода «Коротыш» превзошёл все работы Флэшера и Диснея в этой технике. Но через каких-то четыре года он будет превзойдён эпизодами с игровой частью в одном из фильмов студии конкурента. И только после них Фридс Фрилинг поставит пару игровых эпизодов для картин у Уорнер Бразерс. «Два парня из Техаса» и «Мечтаю о тебе», где в последнем появились Бакс Банни и Твити. После чего студия забудет об игровых фрагментах и даже фильмах на полвека, но потом вернётся с космическим джемом. Но это уже другая история. На протяжении всех сороковых годов киностудия MGM, как и её анимационное подразделение, достигала больших успехов в прокате. Когда запускалась съёмка ленты «Поднять якоря», Джин Келли придумал игровой эпизод, где он танцевал вместе с нарисованным мышонком. Сначала эта идея была предложена Уолту Диснею, но дальше дело не пошло из-за противоречий со стороны его брата Роя. Келли не отчаялся и вспомнил, что у MGM есть и своё анимационное производство. И тот обратился за помощью к авторам Тома и Джерри, Джосефу Барбери и Уильяму Ханни. Джин Келли был не только актёром, но и профессиональным танцором. Добиться синхронности в кадре помогла разложенная на раскадровках хореография и съёмка на ротоскоп. Команде аниматоров Билла и Джо было очень трудно, но при приложенных усилиях результат того стоил. Келли также принадлежит идеям ещё одного игрового эпизода для его же фильма-антологии «Приглашение на танец» 1954 года. Правда, вышел на экраны кинотеатров два года спустя. В последней части в эпизоде «Синдбад мореход» в паре с ним танцевала змея под восточные мотивы. В этом случае нарисованный герой, не имея ни рук, ни ног, должен был самостоятельно танцевать, а не повторять движения за актёром. Змею создавали аниматоры во главе с Майклом Ла, ориентируясь на танцы Карл Хэнни, записанных заранее на плёнку, как и на хореографию Джина Келли. Ну и не менее запоминающийся эпизод с теми же котом и мышью был в картине «Опасно, когда мокро», где во сне героини Эстер Уильямс Том и Джерри успели поплавать и спасти её от осьминога. Начиная с 1938 года, Уолл Дисней добивался прав на экранизацию книги Памалы Треверс о гувернантке Мэри Поппинс. Но до начала 60-х годов эти попытки терпели неудачи из-за непреклонности автора и опасений, что это будет очередная диснеевская мультяшка по всем канонам тогдашнего мышиного дома. Об этом, кстати, был снят фильм «Спасти мистера Бэнкса», рассказывающий о самой детской писательнице и муках создания самого оригинального фильма, ставшего в Штатах классикой. Рекомендую к просмотру. Как бы то ни было, мюзикл и игровая часть всё же были включены в ленту, сколько бы ни противилось Треверс. Помимо актёрской игры Джулии Эндрюс и остальных артистов, того же мюзикла и декорации, фильм запомнился ещё и игровыми фрагментами, в том числе танцами с пингвинами. В этот раз использовался фотохимический метод жёлтого экрана и съёмка на камеру со светочувствительной призмой. Соль заключалась в съёмках актёра перед белым экраном в свете ламп с парами натрия, а источник света имел настолько узкий спектр цвета, что аккуратно попадал в хроматическую выемку светочувствительных слоёв цветной плёнки. Поэтому жёлтый цвет не отображался на синих, зелёных и красных слоях киноплёнке при съёмках, облегчив использование полной цветовой гаммы костюмов, грима и декораций. Что касается самой камеры, то она имела техническую возможность снимать сразу на две плёнки — цветную негативную и мелкозернистую чёрно-белую, которая была чрезвычайно чувствительна к определённой длине волны от паров натрия. Это, если что, я пытался вам кратко рассказать о процессе. За эту технику картина получила один из трёх Оскаров в 1965 году за лучшие визуальные эффекты. А жёлтый экран также использовался для картин «Набалдажник и метла», «Дракон Пита» и в других фильмах от той же студии и у конкурентов до конца 1970-х годов. Завершим это видео крупным тайтлом конца 1980-х и масштабной игровой коллаборацией американского кинематографа. Мало кто знает, но фильм является экранизацией одноимённого детектива с сеттингом альтернативной истории золотого века Голливуда. И что тут у нас? Большой пласт создателей. Стивен Спилберг, Роберт Замекис, Ричард Уильямс и прочие. В фильме использовались как старые, так и новые технологии для съёмок. К тому же Эклеру в помощь пришли механизированные и роботизированные руки, управляемые операторами через пульты управления и прочие забавные и хитрые устройства для конкретных сцен. Даже звали на съёмки профессиональных кукловодов, чтобы те дёргали за лески всякие предметы, стаканы, посуду и так далее. Из новых технологий впервые применили синие экраны для поездки героя Боба Хоскинса в Мульттаун и, особенно, его погони от Безумной Любовницы. Снимали эти эпизоды в Лос-Анджелесе на производственных мощностях Industrial Light & Magic, как и продакшн остальных частей, где актёры взаимодействовали с мультяшками, вернее с пустотой по большей части. И они были сняты очень тщательно и кропотливо. Чтобы мультяшный герой был по-настоящему реалистичным, совмещали аж 5 тоновых масок с тенью, бликами и подсветкой для придания трёхмерной реалистичности. Такой бутерброд из Силлойда делался помимо Industrial Light & Magic, также на студии Уильямса в Великобритании, на каждого героя причём. Суммарно к ним поступило чуть более тысячи кадров от команды создателей. Пускай тестовый показ не особо понравился публике, и многие считали это провалом, несмотря на столь большое вложение сил и ресурсов, эффект сработал прямо противоположный. Как итог, фильм оценили по достоинству, заодно получив 3-4 Оскара и внушительную кассу. Чуть более 329 миллионов долларов, при сохранённом бюджете в 70 миллионов. После премьеры на студиях Disney и Warner Bros. снова встал вопрос о восстановлении съёмок короткого метра и производства мультсериалов для телевидения на постоянной основе, повысив качество потенциальных проектов бюджетом и сценариями. А среди простых зрителей вновь проснулся интерес к легендам американского анимационного кино. Такая вот история. Ну и в завершении добавлю следующее. Это далеко не полный список всех тех лент по нашей сегодняшней теме. Картин гораздо больше и снимали что эпизоды, что фильмы даже в советской России. Вспомните нового Гулливера Александра Птушка или же две части Марии Мирабеллы, снятых в 80-е годы совместно с румынами. Причём нарисованных насекомых делали внимание на союз в мультфильме. С Эклером аниматоры этой студии работали давно и отточили эту технику на полную катушку в 50-е годы, когда в то десятилетие был самый настоящий расцвет его использования и расцвет экранизации различных сказок. Несколько их картин также уходили на экспорт, даже в ту же Америку. А какие вы знаете ещё фильмы, эпизоды и прочие, где также появлялись и актёры, и мультяшки в кадре, или же использовались анимационные элементы? А на сегодня у меня это всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня донатом на Donation Alerts или подпиской на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте.